уважаемые слушатели читатели и подписчики добрый день сегодня мы беседуем и берем интервью у замечательного человека человека действительно поистине с большой буквы виктор григорьевич катюшек виктор григорьевич здравствуйте спасибо что приехали рады вас видеть но начать пожалуй нашу беседу хотелось бы с вопроса одного из насущных да это с суверенитета есть для меня например совершенно очевидно что суверенитет крупных держав и россии в частности тоже напрямую зависит от технологического прогресса и научно-технического собственно положение дел в стране вот на ваш взгляд каково на данный момент положение у нас в стране в этом плане над чем бы нам не мешало бы поработать или в каких отраслях мы может быть наоборот отстаем ну собственно передаем слово ну суверенитет россия утратила по некоторым направлениям почти полностью в направлении наукообразования наша фундаментальная наука и наше образование с помощью определенных рычагов полностью контролируется со стороны внешних фондов это прежде всего британские и смежный вариант американские фонды произошло это посредством внедрения своих кадров в нашу общественную жизнь нашу научную жизнь во все как бы отрасли развития государства когда мы говорим о том что с нашей страной сделали в 90-е да мы как бы подразумеваем что они сделали с нашей наукой экономика ну как бы не затрагиваем вопрос науки что сделали с наукой вот этого нет в эфире об этом никто не говорит ситуация такая что конкретные люди заведены на все уровни причем правительство российской федерации не не отдает себе отчет не понимает что происходит вообще в целом что это уровень воздействия на государство критически у нас мы посчитали просто очень скромными цифрами с очень незначительными процентами округляли в меньшую сторону у нас 360 миллиардов прямых убытков по науке образования это не целевое использование средств выделяемых на науку и образование в принципе это уголовное преступление государственного масштаба это разрушение вот всего чего можно это когда вот как бы вы боролись со своим врагом это вы бы заставили его чтобы он сам себя убивал за свои деньги и так далее вот они вот примерно это с нами сделали как это происходит но в науке есть система кнута и пряника кнут это когда против вас применяют какие-то санкции пряник это когда вас как-то всячески поощряют так вот наше государство не на уровне правительства не на уровне академии наук не на уровне аппарата президента ни на каком уровне не на уровне госдумы не контролируют науку наше государство может делать две вещи первое выделять деньги на науку но не может этого контролировать они не понимают что происходит второе могут ну какие-то там поощрения давай там значок повесить премию дать и опять же не понимая ситуацию не контролирую вручаются награды откровенным мошенникам заведенным из-за рубежа работающим на внешние фонды общий процент по ряду вузов лучших вузов страны количество шарлатанов всевозможных те которые защитили докторские диссертации некорректно как жульничество вот его научный руководитель жулик он сам жулик и они защитили жуликовскую некорректную докторскую диссертацию это реалии нашего дня вот количество таких товарищей по ряду направлений достигло 40 процентов а где кое-где превышает а что такое вот вы завели человека на научную должность что такое вы завели постоянного нахлебника который будет сидеть на шее у государства всю свою жизнь мы будем ему платить деньги он будет плодить вокруг себя шарлатанов такие же как он они тоже будут защищать кандидатские докторские да и они будут расходиться по вузам причем шарлатанскую докторскую диссертацию защитить легче чем настоящую вы придумали какой-нибудь маневр новый шарлатанский заумные искривленные гомеобразные и так далее у вас куча сторонников вас подержали уже там их много собралось свора целая и вы это прекрасно защитили без проблем а если вы что-то серьезное взрослая захотите защитить защитить опубликовать вы уже не можете во первых опубликовать никакие материалы у нас в россии произошло еще следующий момент что после того как они зашли в нашу науку заходили много этапно порциями дозами самая большая грязь залилась в 90-е годы вот например в 1998 году некто виталий лазаревич гинзбург ввел неконституционный инструмент управления нашей наукой внешними фондами завели ненормативным актом просто письмом бумажка дежурная президиума ран да все без не русский народ российский народ не принимал этого решения ни госдума не принимала этого решения никто не принимал это как раз что наверное закономерно власть ослабла и поэтому мыши захотели плясать не озираясь на вот они плясали что они сделали они своим вот этим действием сделали инструмент и поощрение внешнего уже посредством у как сказать первый этап это когда вас заставляют разрушать свое государство изне а второе действие это когда вы уже сами научились и разрушаете государство изнутри вот да 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 вот у нас собственно одна из позиций это виталий лазаревич гинзбург он сделал несколько вещей вредных для государства вот когда есть очень много разных научных теорий да они имеют различный научный статус кое-что сомнительный статус кое-что констатация бронебойный статус имеет и когда вот какой-то любой там виталий лазаревич принимает за государство за народ за научное сообщество решение что мы будем пиарить вот эту вот никчемную теорию а в результате так случайно получилось что мы не дадим публиковать другие альтернативная теория это вот прям прямой удар у нас выпало из обращения но прям целое направление фундаментальной физики его нельзя по нему нельзя ни кандидатскую ни доторскую защитить по простой причине вам не дадут его опубликовать потому что вы обязаны опубликовать не это а то что скажут они в этом направлении в русле вот этот бардак у нас на целенаправленно осуществляется по стране дальше они посадили двух гопников на управление на травле ученых на управление российской наукой вот не конституционный еще один инструмент вот если вы возьмете там многоэтажку да поставить поставите двух гопников во дворе и с ним не сможет ничего сделать не милиция никакое право они вас постепенно превратят двор свою такую своеобразную гопническую культуру да среду дети будут ходить бояться до домой и так далее так вот у нас российские академики ученые честно у нас боятся потому что два гопника устраивают травлю когда им захочется они устраивают травлю сами они подключили к кучу журналистов таких своеобразных которые не могут сосредоточиться заангажированные посадили двух гопников вот-вот реально это у нас комиссия по борьбе якобы совершенно у к это академик александров евгений борисович это шарлатан человек который должен реально сидеть в тюрьме он не подаст на нас суд потому что он действительно шарлатан и мошенник он должен сидеть в тюрьме за то что он делает с нашей наукой вот он популяризирует по служебным положениям популяризирует нашей стране лженауку наносит прямой ущерб нашему государству второй это вторая комиссия по другому маленько называется ну суть такая же это васильев виктор анатолич если не ошибаюсь тоже та же самая ситуация человек проработавший в аквы 6 стационной комиссии популяризировал продвигал лжематематику некорректные виды математики то что вот в математике у нас есть математика которой могут люди пользоваться которые могут инженеры пользоваться в своих расчетах а есть вообще неприменимая это математика на которой жулики защитили свои диссертации так вот когда жулик защищает свою диссертацию ему недостаточно чтобы он ее просто защитил ему надо принести это в массы навязать это высшим учебным заведением потому что там какие-то копеечки ему будут методически капать и так далее так вот эти вот нехорошие люди они уже оккупировали нашу систему образования полностью нашу науку полностью сделать с этим практически ничего невозможно по последующим причинам ну допустим обращение на чайку на прокуратуру проходят из одного кабинета во второй в третий спускаются на следственный кабинет комитет два кабинета там проходят и тишина так интересный момент был фонд родители за права детей обращался к узнецовой это представитель президента по правам детей было слушание общественной палате приходили ребята все рассказывали показывали факты показывали как в учебниках что происходит как обманывать детей до какой безграмотности это все в результате уже докатилась в результате из кабинета кузнецовой людей направили по кривой дороге в никуда ну то есть решение не получено потому что вы пришли вас послали дальше как бы вот и куда с этим вопросом не обращаться фсб но тут как бы да вредительство да наносят вред нашей экономике да разрушают наше государство по идее должно федеральная служба безопасности этим заняться нет кадров которые вообще с этим могут работать не с даже кадров которые вообще могут понять что происходит это только привлекать общественность потому что это критически важно для развития нашей страны это стало первое вообще первые ласточки этого все устали появляться когда старые застойные времена еще прибрежнее специалист приходил на завод да ему ему говорили забудь то чему ты учился в институте здесь маленькая жизнь не так откуда это пошло у нас во времена еще иосифа висарионовича были более менее вменяемые учебники нас был учебник логики человек приходил в образовательное учреждение мог да 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 там про проблема только там там начало было идеологизировано там было там партия так далее так прочее но дальше переходили на логику да и студент у нас мог эту логику подчеркнуть он дальше ее понимал после сталина этот пласт образование убрали студенту стало нельзя изучать логику потому что понявший логику студенту изучивший даже элементарно три закона логики он потом видит когда его обманывают тяжело манипулировать да он видит когда его обманут физическом вузе математическом вузе но знаю что есть закон достаточного образа основания что нельзя там от потолка взять любой тезис до его декларировать как научные он эти вещи понимает он понимает что закон исключения третьего сейчас это студентам практически нигде не дают образование деградировалось нас скатили вот как каким-то диким африканским племенам вот вот реально вот технический специалист выходит из вуза у него в голове полная уверенность что пространство это абстракция его так этому научили вот и сядь пять минут подумай да сообразить что если пространство это абстракция и ты находишься в пространстве да то ты тоже абстракция находящаяся в абстракции этого же не может быть реальный объект да реальный человек их до этого доучивать причем это не один два три случая этот поток у нас вот поток представления людей о пространстве разделяется на две категории половина думаю что пространство абстракция половина думаю что пространство материальное или вещественно то есть внутренности банки они вещественно-материальные вот люди даже на этом уровне все зазомбированы это реальные результаты образования дальше проучившись школу всю проучившись получив образование в институте или университете человек не получил вообще определения пространства ему нельзя это дать потому что вот эти вот товарищи шарлатаны защитившие свои диссертации по лже математике они сделали так что это нельзя потому что если человек прочитает пространство что такое значит его определение пространство шарлатанского уже будет некорректно будет два возвращаясь к теме которую вы затронули по поводу влияния англосаксов и их структур специализированных я бы даже так сказал это же собственно их технология да если есть выбор не ну как бы преподнести правду или ложь на они правду заменяют ложью номер два и выбирай какую хоть технология действительно англосаксов уши за всем этим торчат вот у нас есть гайфулин такой математик молодой математик кому владимир владимирович там выручал значок там премию что там государство его награждало зал же науку да у него есть научный руководитель буштрабер виктор тимофеевич элементарно английские шотландские там какие ирландские французские бельгийские голландские вот из этих источников идет обвешивание человека титулами премиями и так далее подкупают собственно он становится сладкий это вот политика пряника дали ему пряник он у нас здесь да он у нас здесь становится активным пропагандистом лженауки вот человек полностью занимается лженаукой у него на одном источнике написано что он 30 человек докторов наук подготовил поучаствовал на другом 40 написано про него это вот один вредитель изготовил для нашей стороны еще 30 вредителей да которые будут паразитировать на государстве которые врываются в наше образование захватывают там все и не дают развиваться нормальной науке его этот ученик гайфуллин александр когда ему вручали эту премию они объявили через мид для чего же нужны то эти твои искривляемые многогранники по которым ты там задвигаешь научный это фейк это обман вот это безграмотность но для чего это безграмотность нужна его когда спросили там прозвучала информация не он сказал а прозвучала для робототехники полезным вот это вранье которое уже через сми идет не может вот это вот бредятина никаким образом быть полезно не для робототехники не для холодильной техники вообще не для какой-то это отвлечение внимания обман жульничество это вот как это если бы вот кто-то придет в школу и вместо масла по фактуре отписывает под вида масла глину обычную да она же тоже масляна да мы будем знать что это шарлатан да мы его посадим в тюрьму они пользуются тем моментом что если он придет в образование и вместо знаний и научного материала даст около научные заумствования то его не раскусят потому что как бы быстро никто не сообразит в академии наук свои мальчиши у него которые это все покрывают это глобальное преступление вот эти люди они находятся на уголовной грани и это чисто воля государства будут они привлекаться к уголовной ответственности или не будут но основания для привлечения есть и однозначно надо назначать по всем уровням проверку проверку кто никто же не запрещает провести проверку по фактам что мы в результате всего этого лишились вот мы перспектив лишились развития нашей науки и техники у нас звонит мне инженер-конструктор с военного завода решает проблему полевого воздействия на массу и интересуется у меня как ему более грамотно получить информацию по структуре пространства для работы с темой то есть человек настолько обманут за прохождение своего образования что он не знает что у пространства в принципе нет никакой структуры пространство не дискретно ничего там нет ничего и его направили вот эти жулики в своем образовании в тупик то есть на военном заводе у нас сидит конструктор который заведем в тупик конкретными вредителями системы образования все это вот реальности нашего дня как чтобы что происходит на практике а вот мы заговорили по поводу того что мы потеряли мы же действительно потеряли вот и технологии в том числе если говорить про 80 и 90 вот можете раскрыть пожалуйста эту тему поподробнее вот что у нас было а сейчас уже собственно нет и тут смысл такой вот вся инженерная наука раз развивается не благодаря фундаментальной физике а вопреки фундаментальной физике у нас вот ни одна ракета не летает благодаря современной фундаментальной физике ни одно устройство не работает так виктор григорьевич спасибо за ответ ну предлагаю перейти к следующему вопросу ну раз уж мы затронули вот проблему и кризис нынешний так называемый кризис рукотворный да в нашей науке вот для меня тоже совершенно очевидно что наше образование отстает от науки лет так на 2025 ноте сложно на самом деле это определить насколько но отстает это совершенно точно в свою очередь и вот наука вот по всем причинам по которым вы перечислили да и зовут соответственно жуликов шарлатанов из-за системы управления внешне манипулируемой да вот наука в свою очередь и отстает тоже значительно от новых технологий вот на ваш взгляд для того чтобы поменять эту ситуацию что нам нужно делать и как должно вот общество реагировать до чтобы предпринять попытки восстановления гармоничного технологического развития наш ну нам прежде всего надо дойти до правды чтобы в нашей стране кто-то сказал правду насчет положения дел потому что первое действие это вы признаете реальный ход вещей вы смиряетесь с тем что произошло реально оценили да оценили и начинаете действия по выходу из этой ситуации наша ситуация вот эта сформирована вся в стране она в несколько этапов сформирована у нас была адекватная наука при царе батюшки нас были действительно ученые которые работали с научными материалами первые заходы начались уже науки в наше информационное поле это первые годы советской власти когда копийцы там начали ездить за рубеж и привозить моды европейские вот кому они нужны были эти моды в европейские до европейские моды они живут не одинаковые в европе много разных мод есть немецкая мода немцы всегда были точные ребята да они давали точную науку зачем надо было привозить вот эти англицкие американские все новые веяния которые не рабочие непонятно ну вот у нас доблестный капица съездил капица это что понимали тоже мошенник он не ученый он уже ученый нобелевская его дутое и так далее все вот это вот один большой комок дальше он тут приподнял товарища ландау еще одного уже ученого мошенника который нанес государству просто колоссальный вред и ущерб своей своей деятельностью дальше начали внешние фонды пиарить товарища калмагорова математика этот после смерти сталина после пристали не могли такое сделать они начали пиарить вообще конченого неспособного сосредоточиться псевдо математика сделали надавали ему столько там импортных французских британских и пошло поехало всех премии до почести насыпали что он стал самым титулованным у нас специалистом да и отдали ему на откуп систему образования взвыли специалисты на местах люди которые занимались непосредственно образованием которые учили детей и школах и вузах они сказали вы что творите ну что может может там сельский учитель что может там городской учить неважно какой если есть люди которые рулят процессом вот управление наукой и образование было перехвачено они сделали эти калмагоровские чтения на базе их там образовалось несколько имен распиаренных и эти гады зашли в нашу науку систему науки образования это вот нанесен колоссальный вред с этого момента были четкие определения убраны из образования и вот этот гнилой комок покатился по нашей образовательной системе сейчас на этой образовательной системе выросли все у нас ректором гу садовничий на этом вырос он не не вменяемый товарищ он не может оценить обстановку вот если мы говорим о науку даю что он поджег на интервью с поздером там про числа да вот здесь котину чисел бутылка это абстракция здесь числа он нет не понимает это уже поколение со сломанными мозгами так смешно если бы не было так грустно да так вот эти авгиевые конюшни хотя бы кто-то начал задумываться о том что их надо вычистить что хотя бы появилось представление что мы должны выйти на чистую науку они деятели 7 деятельность имитирующая науку но по сути ей не являющиеся вот то что сейчас происходит надо вернуть конституционное русло все управление наукой наука должна контролироваться только от российской федерации мы не должны зависеть от этих внешних фондов вот сейчас эти внешние фонды делают что они запустили к нам популяризаторов популяризаторов новых научных взглядов вот они носятся по нашей стране по медиа пространство и популяризируют что они популяризируют целенаправленные теории приходящие за рубежа да 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 кто-то в нашей стране принимал решение что наше все образование за популяризаторами идет наше образование кто-то принимал решение в нашей стране госдума принимала чтобы были именно эти теории не принимал страны так и рассчитывали на сна чтобы мы были как сито просто да и вот этот вот поток дерьма идет дальше про перехват управления пока при памяти казалось бы владимир владимирович когда говорит давайте разовьем искусственный интеллект вот вам денежек кажется он управляет до системой науки образования оказывается и здесь не задача не управляет у нас есть система русатома да у нас есть сбербанк который сейчас будет заниматься искусственным интеллектом как бы занимается да есть росатом росатом выставляет в эксперты некого ларионова человека конечная цель экспертизы конечный этап экспертизы апофеоз экспертизы это опубликована ли ваша разработка по искусственному интеллекту в каком-нибудь модном импортном журнале это вот объем мысли полет мысли эксперта от росатома и ларионова ларионова без и просто ларионова это жесть мы получилось следующая примерно мы сдали западу полностью все статус любого научного труда пока он там не открыжен здесь местные его тугодумы не способны разрешить дальше если любая разработка должна выйти сначала туда чтобы заехать обратно в россию значит мы ее потеряли на нескольких уровнях там же человек не может решить вопрос здесь выезжает со своей разработкой за рубеж она там остается шансы того что она вовремя придет минимальный дальше мы не можем удержать информацию если она не на закрытом заводике на каком-то мы не можем удержать на ее научную информацию вся наша сгенерированная полезная информация утекает за рубеж благодаря вот этому безграмотному хозяйствованию просто государство все равно тратить деньги наши самородки несмотря на все эти помехи что-то делают и она туда улетает потому что так построена система поставили нового министра образования ничего не может в принципе поменяться дальше загружаем школу безграмотными учебниками учебник астрономии внедрили какой по внешним фондом с враньем слов с изломом детского мозга безграмотный учебник это как это вот наша современная действительность то есть мы продолжаем издеваться над детьми что мы делаем с детьми мы загружаем кучей недостоверной информации заставляем ее зубрить объем котелка он не бесконечный детская головушка она не может взять все в этом мире она берет все равно какой-то пласт если вы большую часть этого пласта дали недостоверные выжимки заказные зарубежные то у ребенка не хватает времени и ресурса на усвоение грамотной информации это вот реальность это то что вот происходит по науке подключайтесь все кто может ребята надо это сдвигать эту ситуацию надо доводить до правового поля это предельно важная информация спасибо следующий вопрос виктор григорьевич как вы наш на ваш взгляд вот технологии будущего да ну вот сдвигать то понятное дело что будем пытаться всю эту ситуацию а вот на ваш взгляд как и вы должны быть технологии будущего и какие научные подходы и парадигмы должны лежать в их основе потому что то что то что мы с вами говорим на самом деле это это же касается не только нашей страны такая же аналогичная система вот она же формируется и в китае с блоком науки и развития науки и технологии инноваций одну рыба гнет с головы понятное дело что все и оттуда начинает гнить у них там кстати насколько мне известно и даже в западных странах у них там тоже все меньше и меньше специалистов которые действительно реально разбирались бы ну квалифицированно вот в вопросах технологии вот на ваш взгляд какие технологии будущего и такие подходы и научные научно-парадигмы у нас на территории страны разработаны уже пост ядерной технологии это те технологии которые придут на смену ядерным там лет там через 20 40 50 60 и 100 обогнать не догоняет да это все у нас уже есть это взрослые разработки которые не войдут в практику только благодаря вот это вот наша система дальше полевые технологии перемещения масс это технологии которые вытеснят вытеснят полностью весь современный реактивный космотранспорт мы сейчас уже можем подымать на орбиту миллионы тонн груза моментально спокойно без перегрузок этим надо заниматься это надо доводить до действующей технологии теоретическая часть вся есть мы тратим время десятилетия уже тратим из-за того что мы имеем перехват управления у нас экспертный вакуум стране у нас нет эксперта по наукоемким технологиям нет экспертов по фундаментальной физике у нас толпа вот этих внешне фондовых зомбированных товарищей которые измываются на нашей страной я понимаю нет в правительстве тоже каких-то экспертов но организовать проверку инициировать рассмотрение материалов правительства может или не может если это должно делать не правительство то кто это должен делать это уже смешная ситуация это некомпетентность на уровне правительства сейчас допустим на уровне правительства мишустина смит не будет мишустин будет другой все равно это продолжается десятилетия мы не берем свое мы разрушаем свое мы отдали внешним фондом на на нашу систему, то наука это первейшее. Наука и образование это первейшее, на чем все держится. Есть несколько столпов, на которых держится государство. Наука и образование это прям столпы очень важные. Базовый кирпичик нравственности общества в том числе. Да, тут хотя бы просто технические моменты порешаются. А вот поясните, пожалуйста, в том числе и для наших слушателей, а какие должны быть, мы уже частично затрагивали вопросы логики и так далее, мироощущения, мир мировосприятия специалистов, которые должны заниматься наукой. А вот о подходах, какие должны быть научные подходы и научная парадигма при этом. Раскройте, пожалуйста. Ну вот любой ученый, прежде чем он стал ученым, он должен просто открыть книжку, научный метод ее почитать. Вот парадокс, но у нас в стране даже книжечки такой нет, брошюрки такой нет. Мы вот на нашем канале, научный трибунал, первые в стране и в мире опубликовали материалы под заголовком научный метод, где подробно расписали, что является научным, что не является научным, как строится научная мысль, как надо действовать при построении, на что опираться. Это единственный материал в галактике, который есть. 21 век. Дальше. Надо провести полноценный аудит. Даже не провести, уже он проведен. Надо передать статус результатам аудита, запустить повторный аудит, чтобы все уже окончательно успокоились и поняли, в каком из наших учебников, на какой странице написано безграмотное бредятие, на какой конкретно доктор наук за нее ответственен, несет ответственность. Кто выпустил ее, кто поставил там резолюцию на это. Мы должны полностью на ключевых наших вузах технических, физических, математических провести эту работу. Там сразу выпадет целый блок теории, с большим красным крестом будет перечеркнуто, и никогда больше не попадет в систему образования. Мы освободим наших студентов от зазубривания невменяемой информации. Студенты понимают, что они учат бред. Мы публиковали на канале материалы, когда студент вполне себе громкого физического вуза понимают, что профессор пишет бред, и он его критикует прям по пунктам. Внятно, громко, правда, нецензурно, потому что достала эта ситуация уже всех. Вот просто. Кто-то должен этим заняться. Понятно, спасибо. Полностью с вами согласен и поддерживаю эту мысль. Вопрос в том, что у нас нет высококвалифицированных кадров, которые этим бы занимались. Вот вы говорите, тоже ревизия, да? А вот хорошо, ревизию всех учебников, ну вот, допустим, мы займемся этим прям завтра. А кто этим будет заниматься? Ну, мы собираем, как бы, группу сторонников. Вот вокруг нашего канала, канала «Наушный трибунал», собралась уже группа единомышленников довольно мощная. Нам пишут студенты, аспиранты, преподаватели. Они не могут с этим выступать у себя в вузах открыто, потому что очень большое давление вот со стороны этой прослойки. Да, они там пытаются это делать. Но они сейчас уже помалкивают, потому что они понимают, что любая огласка этих вопросов все равно приведет к решению на государственном уровне. Государство это решит. Под ними креслица-то уже трясутся. Некоторые из них прям вот заходят в уголовную плоскость со своими деяниями. Если человек уведомлен, что он занимается антигосударственной деятельностью и продолжает ей заниматься, то когда дойдет уже до практического рассмотрения, это уже нормальный аргумент. А это жулики, конкретные жулики, которые должны, часть из них должна сидеть в тюрьме. Вот прям. Они обворобывают наше государство, обворуют время у наших детей, воруют ресурсы у нашего государства, приносят внешний вред, инициированный извне, вред нашему государству. Они работают на внешние фонды. У него маркером должно быть на лбу клеймо «Внешний агент». Они так и есть. Кстати, интересная мысль по поводу иноагентов, чтобы это распространить. И этот товарищ, который Васильев, который из этой второй комиссии правоположенной науки, он у нас в Википедии материалы, что его задерживает милиция на демонстрациях, занимаются подрывной действительностью, уходят на эти шабаши, сходки и так далее. Раскачивают государство и с точки зрения науки, и просто политическое. Они все в схеме. Да, в схеме, в системе. Все верно. Виктор Григорьевич, время все-таки идет. Давайте, наверное, за такой последний вопрос. Ну, крайний, не последний. Природоподобные технологии и искусственный интеллект. Сегодня эти формулировки звучат чуть ли не из каждого утюга, чуть ли не из каждой щели. И вот на Ваш взгляд, подскажите, пожалуйста, что это за технологии, что подразумевается? Потому что до конца непонятно. Вот природоподобные технологии. Ну, у меня техническое образование, я все-таки там фантазия причем развита, логика тоже. Но при этом до конца все-таки непонятно, что за природоподобные технологии, что подразумевается и имеется в виду. Ну, и по искусственному интеллекту. Пока нет конкретного определения, что это за технологии. Это все лозунг. Ну, это и действительно лозунг. Или намерение. Лозунг, тут как бы обсуждать предмета нет. Ну, есть лозунг, с ним походят, походят, успокоятся, скорее всего. Или будут там записывать в этот раздел какие-нибудь технологии, тоже возможно. А по искусственному интеллекту у нас ситуация примерно такая. То, что сейчас разрабатывается, это неполноценная версия искусственного интеллекта. Это как бы, ну, у нас все равно, во-первых, на тех уровнях разработок, которые сейчас муссируются, даже не обозначена работоспособная конфигурация искусственного интеллекта. Это, скажем, ну, такие учебные реплики, которые приносят пользу. Они в одной отрасли расширяют возможности человека в другой. Но полноценный интеллект, да, полноценный искусственный интеллект, схема, как его сделать, на нашем канале тоже опубликована, какие задачи для этого решаются. Там уже речь о персонально мыслящей, самоидентифицирующейся машине, способной выполнять вот эти мыслительные операции. Причем с ресурсом, с ресурсом несопоставимым, с никакими такими рамками современными. Мы нашли способ, как получить практически бесконечный ресурс для искусственного интеллекта. Это как бы тоже проект, который мы пропагандируем. Ну, у нас, скажем так, вот для описания любого объекта требуется бесконечно большой ресурс вычислительный, чтобы мы заложили хотя бы, да, носитель нужен бесконечно большой, если мы хотим получить абсолютное качество. Вот мы взяли яблоко, мы просто слой яблока берем и начинаем описывать его. Чтобы все-все-все-все вглубь описать до бесконечности, мы упираемся в бесконечный ресурс. Нам он нужен, чтобы описать только одну модель, одного яблока в этой вселенной. Мы нашли способ, как эту задачу решить, как это все обойти. Там есть лекция про адельты возможностей, как это все сводится в одну систему. То есть мы нашли способ получить информационную базу, корректную. Программисту уже не надо будет, разработчику не надо будет тратить свой ресурс, тем более то, чего у него нет в том объеме. Мы нашли выход в ту плоскость, материальная развертка нашего мира, которая как бы сворачивается от первичной физики, то, с чем балуются на коллайдере, да, сворачивается в химию, в органику и ниже. Вплоть до социального аспекта. Мы нашли этот механизм. И проход по этой пирамиде, расширяющейся, он каждый раз нам не нужен во все стороны. Мы можем просто вычленять отдельное направление. На ограниченном ресурсе проходить. Даже вверх мы можем устранять, отрезать, отрываться от него. То есть это рабочий механизм. И там заложен уже формат Вселенной в каком плане. Мы привыкли, что мы понимаем некоторые вещи, да, что там планеты, например, будут круглые у нас, да, там, что там камень такой-то формы. Мы мыслим в рамках природного, природных шаблонов, природной схемы. А машину, когда ты загружаешь первичной информацией, у нее же этой природной схемы нет. Ты каждый раз даешь выбор, даешь варианты и так далее. Ты это все должен предусмотреть. Так вот, мы нашли способ, как заложить в машину всю эту Вселенскую систему, всю эту Вселенскую систему, схему, по которой сворачивается материя в нашей Вселенной. И это единственная перспективная версия полноценного искусственного интеллекта. Все остальное это не искусственный интеллект, это такие, ну, реплики. Наброски. Да, это как, считать ли калькулятор искусственным интеллектом маленьким или не считать, это не искусственный интеллект. А вот уровень понимания, где калькулятор разошелся от искусственного интеллекта и где там возможно ли смышка или нет, это вот как раз другая вещь, о которой мы опубликовали материал, предоставили схему. Вот ребята продолжают копошиться там на уровне очень продвинутых калькуляторов. Но продвинутый калькулятор, он не является искусственным интеллектом. Как ни старайся, это не искусственный интеллект. Это калькулятор. Виктор Григорьевич, я вам желаю успехов во всех начинаниях. Спасибо, спасибо. Вот, подытоживая мысль, о чем мы говорили, да, что образование отстает от науки, наука отстает от инноваций, я вот желаю, чтобы те инновации и те решения, которые вы предлагаете, чтобы мы общими усилиями побыстрее их реализовали на практике, ну и продолжили развивать наше общество и нашу культуру. Спасибо большое. Спасибо за беседу, спасибо за вопросы. Спасибо.